Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего. Приветствую вас. Да, здравствуйте, студия. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что нашли время присоединиться. Ну, вопрос такой, ну, новость вообще последних минут. Что там с Делимхановым? Он как-то квантовым стал. То ли он жив, как кот Шрёдингера, то ли нет, то ли ранен. Смотрите, на моё великое убеждение, всё с ним в порядке, к сожалению, потому что я смотрел текст в телеканале Аптила Удинова, заместитель командующего, самопровозглашённым армейским корпусом ДНР или ЛНР. Вот какая-то вот эта история. И он там в таком шутливой форме пишет, что все поехали искать Аптила Удинова, куча смайликов, какие-то верблюды, какие-то самолётики. Ну, скорее всего, это информация, которая не соответствует действительности. Ну, вот это официальный канал Кадырова в Телеграме. Всё-таки 3 миллиона подписчиков, он как бы верифицированный. И вот, чтобы Рамзан Кадыров написал к украинской разведке обращение, что дайте информацию. Ну, оно может всё бы вам в форме такой, знаете, вот такой ироничной разведкой, дайте информацию. То есть, ну, ещё раз, я убеждён, что это, к сожалению, не соответствует действительности. Ну, посмотрим, конечно, ещё. Время покажет. Пока много неподтверждённых данных. Вернее, вообще нет ничего подтверждённого. Неизвестно, ранен он, погиб или жив. Ну, моя версия третья, что с ним всё в порядке. Вот этот вот захваченный вагнеровцами комбриг в районе Бахмута, вот он уже сказал, что это вагнеровцы и слили. Это его версия? Или это он озвучивает что-то версии? Или это может быть даже правда, что вагнеровцы смогли вот так вот, ну, немножечко подправить тех, кто подписывает с Министерством обороны контракты? Ну, вот, может, они и слили? Ну, вообще, концептуально, такая история вообще не исключена. Она может быть. Все спецслужбы мира работают в такой серой зоне, в чёрной зоне. То есть, задача политиков быть чистыми, а вот спецслужбы и военные, ну, вернее, спецслужбы, в первую очередь, работают такими серыми, разными методами. Вполне возможно, что есть контакты, например, у того же Пригожина с нашей разведкой. Возможно, я предполагаю. Возможно, есть такие контакты очень отдалённые, например, нашей разведки и российская Миноборона, где, например, российская Миноборона может слить информацию о позиции вагнеровцев на территории Украины, на оккупированной части. Наши военные могут нанести по ним удар. То есть, это всё может быть очень-очень даже легко. Это всё жизнеспособно. Ну, и самый главный вопрос. О чём молчал Буданов? Уж не об этом ли? Ну, как-то не сходится. Потому что, судя по всему, эта информация вообще была как бы горячая. Потому что, ну, ехали кто-то, как-то кто-то узнал, чтобы за несколько дней Буданов об этом знал. Может ли быть такое? Ну, господин Буданов вообще, по идее, он должен молчать, не говорить ни о чём. То есть, его должность должна быть максимально непубличной. Ну, в данной конструкции он выходит в публику. Трудно сказать, с какой целью он делал вот эти провокационные такие ролики. Да троллил. Да, по-моему, секунд 30 он молчал. У многих сложилось впечатление, да нет, это просто фотография. Ну, что, нарисован фотография, но в конце он моргает, показывая всем своим видом, что видео настоящее, что так запланировано. Может, что-то будет ещё и впереди. То есть, видите, это война, которую нельзя спрогнозировать вообще. Не знаешь, как она повернётся, что может возникнуть, какой беспилотник, куда может прилететь, в какое окно, в какое здание, в какую форточку. То есть, всё очень неясно. Вот что надо дать и должное, руководство Украины обладает диким куражом и умением работать с соцсетями, с современным информационным пространством. Есть такая фраза, кто первый сработал с прессой, со СМИ, тот и ферзь. В принципе, не дать, не взять, искренне, без лишнего шапка закидательства, но сейчас украинский пиар работает очень-очень хорошо. Да, там где-то недорабатывают отдельные моменты, но вот когда попросили всех заткнуться в Украине и молчать, не сообщать о передвижении наших войск, вот все как по команде заткнулись и молчат. Да, есть там отдельные уникумы, которые публикуют информацию о танках, о подрывах где-то, вернее. Ну, мы знаем этого умника. Владимир Путин 54 танка признал подбитыми. Ну, молодец. Да, да, да. И, кстати, самое же интересное, вот независимый портал Орикс, на который все ссылаются, который максимально удален как от украинской стороны, так и от российской стороны, он показывает, что количество за два дня, с 8 по 10 число июня, Российская Федерация потеряла 88 единиц техники, а украинская сторона наступающая 83 единицы техники. То есть, ну, разница... Кто там на кого наступает, а территории теряются. Может, они просто добровольно отходят? Ну, смотрите, там есть... Вернее так, мы в Украине получаем информацию с серьезным опозданием от наших официальных лиц. Нет, ну, это такая ситуация правильная, это надо молчать сейчас. Два, три-четыре дня. То есть, если прошло четыре дня и сообщили о взятии какого-то населенного пункта, это означает, что населенный пункт А. взят, Б. зачищен, С. уже нет контрнаступления российского. То есть, это не просто мы зашли, мы метропортовали. Нет, зашли, отчистили, взяли, двигаемся дальше. То есть, скорее всего, наши успехи намного больше, чем то, что есть сейчас в открытом доступе. Я хочу вернуться к словам Владимира Путина. Я как-то вчера пропустил эту его встречу с военкорами, и там прозвучали для меня очень интересные слова, которые хотел бы обсудить с вами. Владимир Путин сказал так, пробросом, ну, мы же не будем брать Киев за три дня. И вот тут я сейчас понимаю, и спасибо Пианковскому, он немножечко акцентировал на это внимание, что, я думаю, в Кремле обсуждается только два варианта. Либо почетная ничья, то, что хочет Владимир Путин. Ну, мы же не будем брать Киев за три дня, мы где-то здесь остановимся. Либо почетная капитуляция. Вот это очень, мне кажется, серьезный проговор вчера был со стороны Путина. Или его двойника, не знаю. Вот это вопрос, действительно. Потому что у меня под вопросом вот эта личность, которая сидела за одним столом с российскими военкорами. То есть, этот человек, который европейских дипломатов не подпускает к себе на пистолетные выстрелы, а здесь он сидит за одним столом. Ну, искренне у меня были сомнения. Опять же, что за персонаж сидит за столом рядом с военкорами? То есть, он не сидит где-то в отдалении, он рядом с ними. То есть, с точки зрения безопасности физической, он в максимальной опасности находился. Там, условно, фантазирует. Кто-то карандашом его в глаз. Ну, все, что угодно может быть. И вот он здесь сидит рядом с ними. Ну, сомнительно, конечно. А то, что он говорил вчера, я это воспринимаю. Вот все, что он говорил, это больше как какая-то база, которую он хотел дать российским военкорам, на которую нужно дальше уже надстраивать всю остальную информационную повестку дня. Вот все. Вот он дает, что Киев мы брать не будем. Ребята, вы его не будете брать только потому, что вы его не можете взять. Поэтому вы об этом и говорите. Вы не сможете его взять. Вы уже пробовали три дня. Я напомню вашим слушателям, что российские военные окапывались, внимание, окапывались в рыжем лесу в Чернобыльском районе. То есть, это рыжий лес, потому что на нем такое количество радиоактивных материалов, что там еще 24 тысячи лет на этот лес смотреть нельзя. Российские военные там окапывались. Там еще масса-масса таких примеров было. Вы его взять не можете. У вас теперь сошлась ваша точка, это в районе Бахмут, вы там взяли, последний объект. Все. Все остальное у вас отрицательное наступление. Вот поэтому такие тезисы он сейчас вкидывает. Ну, скажем так, тезис о каких-либо целях с победой, связанной со стороны России, уже сейчас невозможный. И вы об этом, ну, мы это все сейчас понимаем. Но вот я хотел бы обсудить. Получается, что действительно вилка получается. Путин-то хочет перемирие прямо сейчас остановиться. И так, и со всех сторон идет такая атака, особенно с российских. Там о том, что срочно нужен мир, остановите войну. А по большому счету, вообще-то капитуляция дело может пойти. Если сейчас будет громкая победа Украины, где-нибудь, ну, прорыв к Азовскому морю, то пожалуйста. Да, все верно, все правильно подмечаете. Смотрите, я скажу вашим слушателям, что переговоры с Российской Федерацией, это вообще любые переговоры, возможно, только при одном условии. Когда есть пат, патовая ситуация. Ни одна, ни другая сторона не может больше двигаться. Все истощились, все устали, все не могут. Тогда начинаются переговоры. Ну, про украинскую сторону мы не говорим, что у нас пат. Ну, понятно. У нас есть техника едет, у нас есть танки. Да, есть потерянные танки, мы это признаем. Да, и россияне украли один танк. Ну, подбили его Леопард и увезли к себе. Поставят, скорее всего, на Красной площади, будут нарисовать немецкий крест, будут ходить, плевать в него. Ну, вот такая национальная забава российская. Есть огромное количество бронетехники. Да, нет поддержки с воздуха, к сожалению. Но у нас есть куда двигаться, есть варианты. И обратите внимание, ну, вы должны понимать, что а где танки Челленджер? Ну, Челленджеры еще не появились. Пока еще не введены в бой, насколько я понимаю. Это означает, что, ребята, еще ничего не началось, по большому счету. Мы еще ничего не начинали. Все только-только готовится. Ну, да. Получается, что данные британской разведки о том, что Герасимов ввел 90% своих резервных стратегических войск, а Украина только 25%, может быть, действительно, это высока вероятность такого развития? Конечно, конечно. Давайте еще раз. Ну, мы же не знаем достоверные данные, а апеллируем с вами только на официальные открытые источники. Но судя по тому, что нет Челленджеров, там Абрамсы где-то на подходе есть, где-то там подъезжают, но их тоже нету, обратите внимание. То есть, скорее всего, можно ожидать, что в ближайшее время они появятся где-то на каком-то участке фронта, на котором уже нащупали вот это вот слабое местечко, где нужно его дальше прорвать, вскрывать эту консерву консервным ножом. Иван, какова атмосфера внутри Украины? Потому что информационное пространство, это тоже сейчас стало составляющей этой войны. Вот есть ли выдержка, готовы ли ждать? Я вот вчера услышал комментарий Арестовича о том, что, может быть, целый месяц будет длиться вот это медленное прогрызание. Но я понимаю, потому что нет F-16, нету атакамсов. Может быть, ну, как бы, это такая война 20 века, времен Второй мировой войны. Вот если месяц продлится медленное прогрызание до Азовского моря, Украина выдержит, общественное пространство выдержит? Без лишнего шапкозакидательства, без преувеличения скажу, да, выдержит. Я вот искренне скажу, вот все мое окружение, всех людей, с кем я общаюсь, я знаю, вот отсортирую информацию. Мы пережили май месяц... Мы пережили начало вторжения, когда ракеты летали, только 50% сбивалось. 50%, Карл, всю страну залетало в жилые дома, в технические постройки. Мы пережили полуоккупацию Киева, полуокружение Киева, прошу прощения. Май месяц прошлого года, май-июнь, когда в Украине вообще не было топлива, от слова совсем. Ты хочешь заправиться, ты готов бросить, там, не знаю, тысячу долларов на, там, не знаю, под ноги заправщику, но он тебя не заправит просто потому, что нету топлива. Мы пережили всю осень и всю зиму, когда нам бомбардировали в прямом смысле инфраструктуру, электричество, тепловые сети, газовые сети. То есть пытались это все уничтожить, слушайте, ну, все готовы ждать. Месяц так месяц, хорошо. Да, у нас есть донаты, мы помогаем армии. Да, эти донаты стали чуть-чуть меньше, потому что, ну, ситуация экономическая не очень. Но люди готовы ждать. Окей, месяц, да, два, хорошо, не вопрос. Ради того, чтобы прогрызть эту оборону, там, не знаю, там, на 100 квадратных километров, 200 квадратных километров, готовы ждать. Мы понимаем, что этого российского слона мы начинаем есть по частям. И это первая часть, это его хобот. Съедаем хобот. Да, там будет раз часть, передышка, потом вторая часть. Если российская оборона распадется моментально, как бабушкин свитер, знаете, когда потянули за ниточку, и он весь разлез, вопросов нет, будет шикарно. Но мы готовимся к тому, что это будет несколько частей. Мы готовы ждать. К Херсонской области, к Каховскому водохранилищу. Вот сейчас подтвердается информация, что 70% Каховского водохранилища исчезло. Погибли краснокнижные тритоны, там огромное количество. Вот уже началась уже экологическая катастрофа, продолжается она. Но вот опубликовано 205-е, это отдельно мотострелковое, которое там бла-бла-бла, говорит там всякое. Но вот он говорит, мы немного просчитались. Вот это о чем может говорить? Да, они подтверждены, вроде что, что они заминировали Каховскую ГЭС. Вот к чему может это иметь отношение? Такая потеря воды, 70%, слишком много они заложили. Не в тех местах. Да, смотрите, в этих всех сооружениях советской эпохи, ну это, скажем так, малая толика того, что строилось качественно в Советском Союзе. Ну что это строилось на века? Какими-то обстрелами, ракетами. Я напомню вам, вашим слушателям, что два месяца Украина, как минимум, обстреливала ракетами Хаймарс, высокоточными, Херсонский мост. Делала отверстия за отверстиями. Он так и не рухнул вообще. И, слово совсем, эту дамбу, если так подходить, как говорит Путин, то нужно было обстреливать, не знаю, года полтора, вот ежедневно, чтобы как-то повредить. Понятно, что был подрыв изнутри. Внутри были специальные соты, такие емкости, да, куда нужно закладывать взрывчатку. Вот заложил взрывчатку под размер вот этой вот емкости, все, это столько, сколько нужно. Не нужно ни больше, ни меньше, вот именно столько, да, все рассчитано было. А взрывчатка же сталинской эпохи, сейчас же поплотнее взрывчатка. Вот это то, что еще раз, это то, что мы знаем пока вот из открытых источников. Да, вот перехват СБУ говорит о том, что вот якобы они хотели частично ее подрывать, чтобы водичка пошла там на правый берег, смыла украинские позиции и все. Ну, говорят, мы не рассчитали. Это еще раз вот дополнительный доказательство того, что Российская Федерация уничтожает инфраструктуру. Да, вот вопрос, а они, не они, может это украинцы уничтожили? Слушайте, они уничтожали всю зиму нам инфраструктуру тепловую, электрическую, а сейчас они подрывают маленькие дамбы на территории Донецкой области. То есть это стандартные по умолчанию настройки российских оккупационных войск. Уничтожить за собой все, что может задержать наступление украинских войск. Но мы помним, как в советскую эпоху и Днепрогрессы в 41-м году Истринское водохранилище, сколько там людей погибло. Зоя Космодемьянская убивала, извините меня, советскую деревню. А я вам даже больше скажу, вот есть фото-видеоматериалы в интернете гуляют, где наши военные снимают просто на телефоны, как плавают российские военнослужащие спиной кверху в результате подрыва Каховской АГС. Вот водичка, да, там сходит, и вот российские военные мертвые плавают. То есть мы понимаем, что оттянули российских военнослужащих непосредственно от дамбы забрали, а те, кто вниз по течению были, их не предупредили, я не знаю, либо в целях конспирации, либо в целях, ну просто о них забыли. Огромное количество мин сносило потоком, они детонировали. Огромное количество донных мин снесло, там в Одесскую область нанесло, мы их там видим, там наши журналисты снимают. То есть действительно катастрофа как экологическая, технологическая, но я уверен, что мы с этим справимся. Ну вот уже появились мемы, извините, вот прям горячие. Помогите Доре, Даше найти желтый треугольник и найти Делимханова. Ну, поисковый отряд, да, это такая детская игра, Даша путешественница. Еще не могу не спросить у вас о ситуации с визитом Гросси на Запорожскую атомную электростанцию. Отмена визита. С чем это связано? С наступлением, с снижением уровня опасности? Я думаю, скорее всего, с невозможностью гарантировать безопасность этой делегации во время нахождения на территории АЭС, потому что украинские войска как раз осуществляют там наступательные действия в той стороне, вот Запорожская область как раз на юг двигаются, и скорее всего невозможно банально физически проехать, а если проехать можно, то нет никакой гарантии, что эта делегация будет в безопасности. Да, если они будут использовать даже какие-то внедорожники бронированные, то слушайте, там используется система санцепёк тяжёлой отмётной системы, огромное количество бронетехники, то есть вот этот вот лёгкобронированный автомобильный транспорт, делегация, он просто незащищён, и поэтому, скорее всего, вот поэтому и отменили. Иван, вот вы, наверное, один из немногих, кто сможете прокомментировать будущее Украины в смысле вступления в НАТО и вот консолидации Европы по украинскому вопросу. Завтра Рамштайн 15-й, но вроде говорят о том, что это будет такой как бы тактический Рамштайн на тему вот поддержки наступления, а при этом саммит НАТО, а при этом ещё визит Дуды и Шольца в Париж к Макрону и разговор, скажем так, старой Европы и новой Европы. Вот о чём договаривается Европа? Во-первых, конкретный, скорее всего, конкретный перечень вопросов к Украине, что они хотят видеть от нас в качестве домашнего задания, вот там конкретный перечень, да, там, например, реформы параметельных органов, да, что хотят, там, конкретно что хотят, специальных служб, там, закупки в армии, английский язык, это очень важно, это большая история, которую мы должны пройти, то есть наши военные должны обладать не просто туристическим уровнем, да, приехать там, one beer, please, да, там, and the chips, нет, то есть там, серьёзный технический уровень, это всё нужно. Это тот перечень, который мы должны будем сделать, не просто демократизация общества в соответствии с мировыми стандартами, нет, ну это ни о чём, то есть должно быть что-то конкретный перечень, это раз, а второе проговоры, проговаривание перспективы вступления Украины в НАТО со всеми участниками, которые должны за нас проголосовать. Я напомню, что в НАТО голосуют 100% членов, то есть если один не проголосовал, то страна просто не вступает в альянс. Вот мы видим, что в Швеции. Ну, предположим. Да, 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 вот Венгель на данный момент это тот минимум, с которым мы можем столкнуться. Моё личное убеждение, ну, такое внутреннее ощущение, подсказывает мне, что Украина станет полноправным членом альянса, день окончания войны, вот официально, плюс два года. Вот в течение этих двух лет мы можем вступить в альянс. То есть не в день окончания войны, а ещё плюс два года? В течение двух лет, потому что там будет масса технических вопросов, которые нужно будет утрясти, перевод там стандарты, нормативные акты, то есть это всё нужно быть готовым полностью. Ну, армия будет готова быстрее всего, она сейчас уже практически готова, как всем стандартам НАТО всех стран. Да, но кроме же армии есть ещё масса других вещей, например, штабы, да, как они подготовлены, переведены ли они на электронный документ оборот, например, на те стандарты документа оборота, которые есть, принятие решений, которые есть в НАТО, то есть, ну, это ещё нет, английский язык, опять же, английский язык, все офицеры НАТО в идеале владеют английским языком. Мы пока похвастаться этим не можем. Ну, я надеюсь, что Украина блестяще с этим справится, потому что она справится с наступлением, а это самое главное. Да, это самое важное. Иван, спасибо вам огромное. В эфире Лучшего радио был Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего, ну и перемогу в Украине. Дякую. Добача.